Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают После коммерческого провала Clock Tower 3, Capcom все равно не бросили идею сделать еще один экшен-сурвайл-хоррор с девушкой в главной роли. Задача была взять наработки вышеупомянутой серии и создать нечто новое, но с сохранением ее наследия. Большая часть персонала, работающего на Clock Tower 3, была представлена для работы над новым проектом в Production Studio 1. Но то, как Hunting Ground стала такой, какой есть, довольно интересная история сама по себе. И все началось отнюдь не с ее создания. Девушки отдыхают Разработка началась в 2001 году, после внутренних изменений в Production Studio 4. Ранний проект Resident Evil 4 с Хидейко Камии во главе был переименован в Devil May Cry, после того, как исполнительный продюсер Шинджи Миками настоял на его исключении из франшизы. Хоть игра и планировалась как переосмысление серии для нового поколения консолей, Миками решил, что она слишком отошла от оригинала в плане сюжета и механик. Новая игра под рабочим названием «Замок» использовала те же наработки, что и предыдущая стильная версия, которая включала многочисленные фотографии испанских и английских замков. Компания Flagship, которая с 1997 по 2007 занималась производством сценариев под финансированием Capcom, назначила сценаристом Нобору Сугимуру в партнерстве с Ясахисой Кавамурой, который работал над ранее отмененной игрой во вселенной Resident Evil под рабочим названием Biohazard 1.9. Сугимура, в свою очередь, известен своей работой над Resident Evil 2, Survivor, Code Veronica, Dead Aim, серией игр Анимуша, Dino Crisis и, что станет важно позднее, Clock Tower 3. Уже написав до этого сценарий для стильной версии, он предоставил более подходящий сценарий, вписывающийся во вселенную предыдущих игр. Леон С. Кеннеди, после событий Resident Evil 2, теперь служит в элитном отряде, который в очередной миссии прибывает в замок Освелла Эрла Спенсера, одного из трёх основателей корпорации Умбреллы, где располагается и главный штаб. В этом замке должен был встретиться новый тип врагов – Чёрный Туман. Биологическое оружие, созданное отдельной компанией, которой руководил Альберт Уэскер. Леон, который становится единственным выжившим из своего отряда, оказывается инфицирован новым вирусом и должен сопротивляться мутации. Во время исследования замка он встречал молодую девушку, над которой проводили опыты в лаборатории, и которую защищает собака, которая тоже является биологическим оружием. Расследование Леона должно было пролить свет на вирус предок, и то, как корпорация Умбрелла является ширмой, скрывающей исследования Спенсера по достижению бессмертия. Некоторые идеи из этого драфта были отброшены, но замок Спенсера и предыстория с вирусом предок и его влияние на эволюцию человечества остались. Production Studio 4 создавали замок для одной конкретной консоли с учётом найма сторонних компаний для портирования игры на другие платформы. По указаниям Миками, игру разрабатывали для GameCube, тестируя ассеты и механики на ремейке Resident Evil, который использовал тот же движок. Во время работы над замком у команды возникли некоторые проблемы. Те самые враги под названием Черный Туман были слишком затратны для железа GameCube, и у консоли были проблемы с их рендерингом. Впоследствии Кавамура предложила заменить врагов на более простых, которые были бы галлюцинацией миллиона из-за воздействия вируса. Это требовало изменений в сценарии и механиках игры, и Шибата с Кавамурой начали работать над новой версией сценария под названием Галлюцинация. Тем временем сценарий написанной Сугимурой отдали Production Studio 1, где Казухиру Цучия, известный по серии Mega Man, со своей командой работал над игрой, которая в итоге станет Дементо. Под этим названием Hunting Ground вышла в Японии. Во главе разработки стояли геймдизайнер Юкио Андо, перед этим приложивший руку к Breath of Fire 3, Parasite Eve 2 и Clock Tower 3, а в будущем станет режиссером ремейка Resident Evil 3. Сценаристом выступил режиссер Breath of Fire 3, Макото Икихара, до этого также написавший сценарий для Breath of Fire 1, 3 и 4, а в будущем для Dead Rising и Dragon's Dogma. Всем артом занимался Татсуя Йошикава, известный по серии Breath of Fire, Mega Man X, и также отвечавший за дизайн персонажей в Devil May Cry 4 и 5, и за мошен дизайн в Clock Tower 3. Над дизайном персонажей работали люди, причастны к сериям Resident Evil, Final Fantasy и Phoenix Wright. Музыку для игры написали Сейко Кабучи и Шиня Окада. Сейко Кабучи известна по написанию саундтрека для Mega Man X 7, Resident Evil 0 и Resident Evil 5, а также дополнительными голосами для Resident Evil 4. Шиня Окада, в свою очередь, наиболее известен по саундтрекам к серии игр Mega Man X и Monster Hunter. Они с Кабучи также работали вместе над музыкой к еще нескольким играм Capcom. Вместо того, чтобы просто воспроизводить заготовленные аудиофайлы, музыка для Hunting Ground была сгенерирована с помощью встроенных звуков PlayStation 2. Это позволило композиторам с легкостью менять темп музыки по мере геймплея. В саундтреке часто можно услышать всякие индустриальные звуки, треск медицинских пробирок, зацикленное женское дыхание и прочие странные звуки, которые очень хорошо работают в угоду атмосферы безумия. Конечно, большинство треков не послушать по дороге домой с работы, но тема погони Даниэллы точно останется у вас в памяти. Внутриигровые катсцены были срежиссированы актером, комиком и режиссером Наото Токенакой. Возможно, он вам знаком по роли Токечиро из Нио 2. Он напрямую руководил процессом захвата движений для всех персонажей, делая упор на драматургию. Вдохновением для него послужили западные фильмы Франкенштейн Джеймса Уэлла и Дракула Белла Лугоши. Токенако также сам сыграл роль Рикардо. В Хьюи, компаньона главной героини, кстати, играла настоящая собака, а точнее, даже две. При таком составе игра просто обязана была получиться отличной, но, к сожалению, несколько факторов очень сильно сказались на успехе Демента. Разработчики знали, что если игра будет слишком похожа на Клок Тауэр, это может не оправдать ожидания фанатов и навесить ярлык всего лишь к копии. Поэтому было принято решение добавить главной героине собаку-компаньона, чтобы атаковать врагов и решать головоломки. Исполнительный продюсер Тацуэ Минами в своем интервью для GameSpot рассказал, что это не только подходило для их концепции, но и давало возможность добавить кооперацию в прогрессе игры, а также создать связь между игроком и псом. Наш план был в том, чтобы дать игроку полный контроль над собакой. Игроки могут напрямую давать команды вроде сидеть, искать или взять. И в конце концов наше решение добавить пса оказалось правильным. Собака — это очень полезный компаньон, который много вам помогает на протяжении игры. Эта механика отличает Демента от других сурвовых хорроров, потому что у вас есть ваш персонаж, но также у него есть и верный пёс, сказал Минами. Вначале главная героиня и собака чужды друг другу, и вам как игроку предстоит работать над их сближением. Когда ваша связь становится сильнее, пёс будет охотнее помогать в решении загадок, нахождении предметов и нейтрализации врагов. Идея отличная, но проблема в том, что Хантинг Граунд вышла через три месяца после Resident Evil 4, которая полностью перевернула жанр сурвайвл-хоррора. И поставленная им планка была слишком высока, чтобы до неё допрыгнуть. Фиксированная камера, танковое управление и беспомощность главной героини по сути уже стали пережитком прошлого на тот момент и уступили место более экшоновому геймплею и камере от третьего лица. Само собой, у классического сурвового хоррора оставалась лояльная хор-аудитория, но это лишь капля в море, если мы говорим о финансовом успехе игры. Но, как обычно и бывает, то, что в своё время оказалось непринятым общей массой людей и мейнстримом, со временем становится культовой классикой среди ценителей. Да и если посмотреть на историю того же Silent Hill 2, которую в Японии встретили, мягко говоря, не очень из-за слишком кардинальных изменений по сравнению с первой частью, а годами позднее она была включена в список величайших игр всех времён, можно заметить, что история циклична, и многие непонятые в своё время произведения в итоге оказываются шедеврами. Но давайте же перейдём к самой игре и постараемся понять, что же в ней такого особенного и за что её так любят и ненавидят одновременно. Сюжет в игре можно рассказать довольно быстро, если захотеть, но это лишь верхушка айсберга, в котором нам с вами предстоит разобраться. Главная героиня Фиона во время поездки с родителями поздним вечером попадает в автокатастрофу, после чего приходит в себя не в больнице, а на полу в клетке в каком-то подвале. Всё, что она помнит о происшествии, это столкновение и фигура человека, которого она видела через боковое стекло после. Обнаружив, что замок не заперт, она выбирается из клетки, где её пугает выпрыгнувшая из ниоткуда и пробежавшая мимо собака. Выйдя наружу, Фиона обнаруживает, что находится на территории огромного замка. И поскольку вокруг, кажется, никого нет, ей не остаётся ничего, кроме как найти путь внутрь. Войдя в единственную открытую дверь, она попадает в спальню, в которой её встречает Даниэлла, горничная замка, которая предлагает ей переодеться во что-то более подходящее, нежели клочок ткани, в который она завёрнута на данный момент. Горничная ведёт себя так, будто в комнате есть ещё кто-то, и, не ответив ни на один вопрос Фионы, просто уходит. Даниэлла, кстати, мой любимый персонаж игры, но об этом я ещё позже расскажу. Немного побрадив по замку, Фиона встречает дебилитеса, психически нездорового здоровилу, который принимает её за куклу и пытается поймать. Но погоня останавливает мужчину в капюшоне, который приказывает ему уходить, а сам рассказывает Фионе, что её родители, Уго и Эйла, погибли в той автокатастрофе, и что она является наследницей рода Бэйли, которому и принадлежит этот замок. Потрясённая от услышанного, Фиона теряет сознание. Проснувшись в кровати с очень странным звуком, она слышит, как где-то за окном сколит собака. Выйдя на улицу, Фиона находит пса, привязанного к дереву железным тросом, который явно впивается ему в шею. Освободив бедное животное, она говорит ему уходить. Когда Фиона возвращается в комнату, её там уже ждёт дебилитес, но в этот раз на выручку приходит пёс и, укусив обидчика за руку, прогоняет его. Вспомнив, что в подвале она видела ошейник с надписью Хьюи, Фиона решает, что он принадлежал псу, и с этого момента он становится её верным компаньоном. Вновь встретившись с Рикардо, человеком в капюшоне, она узнаёт, что является носительницей азота, и обитатели замка очень хотят его заполучить. Чем бы он ни был. В том числе и сам Рикардо, который хоть и отогнал от неё здоровилы дебилитеса, сделал это только для того, чтобы Фиона досталась ему. Он показывает ей жуткую статую, которая очень похожа на саму Фиона, но с животом, как у беременной, что довольно жутко по нескольким причинам. Позднее Фиона получает записку от человека по имени Лоренцо, который хочет помочь ей выбраться из замка. Доверять кому-либо в этом сумасшедшем доме явно не стоит, но других вариантов у неё всё равно нет. В записке говорится, что ей нужно добраться до поместья, которое стоит где-то за пределами замка, и чтобы это сделать, ей придётся решить парочку головоломок и найти ключ богини, спрятанной в церкви. Но добравшись туда, Фиона и Хьюи попадают в западню дебилитеса и вынуждены дать ему отпор. Получив по голове огромной люстрой, здоровяк уходит, наконец оставим Фиону в покое. Не успев использовать полученный ключ Сатурна, Фиона не замечает, как сзади подкралась Даниэла, чтобы сказать, что ужин готов. Не в силах отказать, она с неохотой хлебает поданный горничный суп. Тут Даниэла рассказывает, что её хозяин, кем бы он ни был, сделала её идеальной женщиной, но она не может чувствовать ни вкусов, ни запахов, а также испытывать боль или удовольствие. После ужина Фиона понимает, что есть суп, приготовленный человеком без чувства вкуса и обоняния, было плохой идеей и решает прилечь. Пока она отдыхает, Даниэла проявляет к ней большой интерес, а конкретно к её утробе, в которой, по всей видимости, и находится тот самый азот. Проснувшись, Фиона видит, как горничная бьётся головой об стекло и, разбив его, достаёт большой осколок в качестве оружия. Хороший момент, чтобы сбежать. Фиона вспоминает слова Лоренцо и бежит ко входу в старое поместье, войти в которое ей помешало Даниэла. После короткой погони Фиона спотыкается о ступеньку и снова падает на пол, но её спасает висящее на стене зеркало. Даниэла, заметив своё отражение, впадает в истерику, дав Фионе возможность снова сбежать. Вообще, старое поместье кажется скорее компиляцией нескольких разных мест в одном, будто бы реальность в этом месте исказилась. Здесь много нелогично расположенных комнат, которые по дизайну не особо подходят друг другу. В одной из комнат вообще находится карусель с лошадьми, если её повернуть, она становится грязной от крови. Возможно, это изображает беспорядочность мыслей Даниэлы и её нестабильное психическое состояние. Войдя в склеп и при этом накормив странное существо Мандрагорой, Фиона и Хьюи попадают в подземный лабиринт, который ведёт в библиотеку. Там, на втором этаже, они встречаются с Даниэлой, которая уже совсем выжила из ума и им ничего не остаётся, кроме как дать ей бой. В перерывах между истерическим смехом горничная говорит, что завидует Фионе, потому что она такая важная и все вокруг её хотят. Когда Фиона открывает зеркало в этой комнате, Даниэла снова впадает в истерику и от её крика стекло на куполе крыши разбивается и протыкает её насквозь одним из осколков. Фиона получает ключ Марса. Фионе и Хьюи недолго удаётся отдохнуть, так как на этот раз появляется уже сам Рикардо. Пряча лицо под капюшоном и вооружённый пистолетом, он пытается заполучить желанный азот. Оторвавшись от погони, Фиона выбегает из старого поместья в лес. Но Хьюи, учуяв что-то в кустах, прыгает туда, после чего раздаётся выстрел. Фиона находит собаку раненой и, перевязав рану, снова вынуждена убегать от Рикардо. Он догоняет её на обрыве и, как любой уважающий себя злодей, рассказывает ей весь свой план. Рикардо говорит, что является великим алхимиком, который хранит драгоценное знание испокон веков и называет себя Ауреолус Белли. Они с отцом Фионы Уго – клоны, и Рикардо должен был забрать его азот во время той аварии, но вместо этого узнал, что азот Уго уже перешёл его дочери и поэтому похитил её. Он хочет воспользоваться утробой Фионы, чтобы она родила его заново, и таким образом он продолжил жить вечно. От всей этой информации Фиона снова теряет сознание, и Рикардо забирает её с собой в водяную башню. Пока Фиона находилась в отключке, Рикардо провёл гинекологический осмотр и пришёл к выводу, что азот созреет через 2-3 дня. И получается, что он не воспользовался ситуацией только потому, что ещё не всё готово. После этого Фиона приходит в себя в темнице, из которой ей помогает сбежать внезапно появившейся Хьюи. Фиона комментирует ситуацию так. Что случилось? Последнее, что я помню, это как потеряла сознание в лесу. Этот ненормальный Рикардо что-то сделал со мной, пока я была без сознания? И во что я вообще одета? Кто-нибудь, скажите мне, что произошло? В камере лежит записка, написанная Лоренцу, в которой говорится, что из башни нет выхода. Но Фиона может создать мост, чтобы добраться до берега. Для этого ей нужно найти миниатюрную копию моста и поместить ее на диораму на крыше башни. Но по пути наверх появляется Рикардо, на этот раз использующий октокамуфляж из МГС-4. На верхушке башни Фиона с помощью Хьюи сбрасывает злодея вниз, создает мост и выдвигается в финальную точку ее истории. Дом истины. Тем временем старик Лоренцо поглощает азот умирающего Рикардо с помощью крепкого мужского поцелуя и опустошает его до последней капли. В Доме Истины Фиона встречает Лоренцо, дряхлого старика в инвалидной коляске, своего прадеда алхимика. Он рассказывает, что это он создал Уго и Рикардо в попытке заполучить азот достаточной силы, чтобы продлить себе жизнь. Рикардо получился проблемным клоном, в то время как Уго обладал достаточно сильным азотом, но уехал из замка, чтобы жить с Эйлой. И теперь, раз Фиона наконец здесь, он может забрать азоту, наследованный от Уго. Лоренцо ползком гоняется за Фионой, пока она не убивает его с помощью дробилки для камня. Но этого оказывается недостаточно, так как Лоренцо воскресает в молодом теле за счет азота, который он высосал из умирающего Рикардо, что также позволяет ему телепортироваться и применять телекинез. Открыв потайную стену с помощью родимого пятна на левой лопатке да, вот так внезапно, Фиона получает посох, который открывает выход из дома истины. Но путь преграждает Лоренцо. Снова при помощи Хьюи Фиона сбрасывает молодого Лоренцо в лаву, после чего все здание начинает рушиться. Но даже это не способно прикончить злодея, так как он возвращается в виде горящего скелета, который снова пытается добраться до Фионы. Но он умирает, так и не достигнув цели, и от него остаются лишь обугленные останки. Покинув обитель Лоренцо, Фиона со своим верным компаньоном добираются до ворот замка Бэли. От пережитого кошмара у Фионы трясутся руки, но Хьюи успокаивает ее, и открыв ворота, прежде чем навсегда покинуть это проклятое место, в последний раз заглядывается и встречается взглядами с Дебилитесом. Он кивает в знак благодарности за то, что Фиона пощадила его и признает ее превосходство, после чего Фиона и Хьюи уходят. Конец. Это концовка А, и именно она считается каноничной, но кроме нее есть еще три. Если не ронять люстру на Дебилитеса, а убить его, то он не появится в конце и вы получите концовку Б. Концовку С можно получить только на втором прохождении, так как она завершает игру после боссфайта с Дебилитесом. Если прийти к нему в хижину, он даст Фионе ключ от кабинки в туалете, которая ведет в потайной подвал. Там можно найти ключ от ворот замка. Через них Фиона и Хьюи убегают на свободу, а Лоренцо негодуя скатывается со ступенек. Четвертая же концовка, Д, является плохой. И под плохой я имею ввиду просто ужасную. В этой концовке Хьюи не спасает Фиону из темницы в башне воды, и Рикардо добивается своего. Беременная Фиона должна родить Рикардо заново, чтобы цикл продолжился. Но и учитывая обстоятельства, он скорее всего изнасиловал ее. Для получения этой концовки, игрок должен максимально плохо относиться к Хьюи на протяжении всей игры, и в момент, когда его сперва поговорим о главном персонаже этой игры, Азоте. Азот, также известный как философский камень или камень мудреца, он является обязательным ингредиентом для создания искусственной жизни. По этой причине его еще называют эссенцией жизни, либо эссенцией души. Согласно алхимическим учениям, каждое живое существо имеет небольшую долю азота. Поскольку Фиона является наследницей рода Белли, алхимиков еще со средних веков, ее азот более сильный. Игра напрямую намекает, что азот содержится в женской утробе, так как это начало человеческой жизни, и все обитатели замка хотят им завладеть. Кроме одного. Дебилитес хочет завладеть Фиона не для продолжения собственной жизни, или погони за знаниями, а скорее либо для игр, либо чтобы съесть ее, на что намекают звуки, когда игрок умирает от его рук. Он противный, непредсказуемый, и по его лицу практически невозможно понять, какую эмоцию он пытается показать, что делает его достаточно жутким. Но в то же время видно, что он не совсем лишен интеллекта, так как способен подчиняться приказам и принять поражение от Фионы. Перепроходя игру для видео, я заметил одну любопытную деталь, которую вы вряд ли найдете где-то еще. Дело в том, что в катсцене после победы над Дебилитесом есть один кадр, в котором Фиона предстает стоящей со сложенными руками, будто бы в молитве. И он, по всей видимости, произвел сильное впечатление на Дебилитеса, потому что мы снова видим этот кадр его глазами, хотя Фиона в этот момент находится совсем в другой позе. Если учесть, что в конце игры не просто почувствовал ее превосходство, но и принял ее за воплощение божества. После поражения он также падает перед ней на колени в молитвенной позе. Учитывая, что алхимия, являющаяся смешением химии с магией, не отвергает существование богов, Дебилитес вполне может быть в каком-то смысле религиозным, несмотря на явные проблемы с психикой. Тут разработчики проделали действительно хорошую работу, и даже в этом персонаже есть японский актер Джиро Сато. И особенно ему удалась вот эта анимация. Озвучили Дебилитеса два человека. Это были Лекс Лэнг, у которого за 19 лет карьеры уже более 500 участий в аниме и видео играх, и Клемент фон Франкенштайн, который до этого играл в обскурном FMV квесте The Beast Within A Gabrielle Knight Mystery. Да, в этом проекте участвовало много Hunting Ground. Это персонаж, которому хочется сочувствовать, несмотря на то, что он является злодеем. Она не виновата, что хозяин создал ее неполноценный, но маниакально пытается исправить эту ошибку. И всякий раз, когда она видит свое отражение, оно напоминает ей о ее незавершенности. При первой встрече с ней Фиона думает. Наверняка она одна из горничных работающих здесь. Она такая красивая. Даже слишком красивая. Ее красота будто неестественная. А во время сцены с зеркалом следующая. Это снова эта странная горничная. Она продолжает пристально вглядываться в свое отражение, будто ненавидя себя. Не могу понять почему. Ее кожа, ее глаза, ее тело. Они выглядят хорошо, на мой взгляд. Ну что ж, всему виной общество, наверное. В игре упоминается, что Даниэла ухаживала за садом с мандрагорами в старом поместье. Возможно, потому что они для нее заменяли детей, так как сама она бесплодна. Перед боссфайтом она произносит фразу «Ты заманиваешь мужчину в свое грязное тело, и тебе это дозволено, потому что ты такая драгоценная маленькая принцесса», которая свидетельствует о том, что она завидует Фионе и ее способности найти партнера и состоять Фиона является наследницей замка Белли, и, возможно, подавая ей целых 10 порций супа на ужин, показывает, какой избалованной она видит Фиону. Учитывая, что она всю жизнь прожила в замке, вероятно, Рикардо рассматривал ее как объект для продолжения рода, но был разочарован, узнав, что она бесплодна. Перед смертью ее лицо расплывается в улыбке, указывая на то, что она наконец смогла почувствовать боль теория о том, что она является человеком, и что Лоренцо похитил ее, когда та была совсем маленькой, и вырастил специально, чтобы она прислуживала при замке. Он проводил над ней эксперименты и накачивал разными веществами, чтобы подавить волю, и сделать ее податливой и послушной. Возможно, Лоренцо внушил ей, что она механическая кукла, лишенная эмоций, и созданная им только с целью прислуживания. Это бы объяснило ее неестественное, почти роботизированное движение. В замке есть детская комната с кучей кукол, которая могла принадлежать ей. Если в ней обследовать постель, Фиона говорит, что горничная, наверное, очень давно не убиралась там. Во время ужина она говорит, что ее создатель сделал ее идеальной женщиной, и эту фразу можно интерпретировать по-разному, так что теория так и остается теорией. Даниэлу и мать Фионы Эйлу озвучила актрису Мойра Кверк, которая еще озвучивала Данмерку Корлию в Скайриме, а также Мерседес и Ведьму Селину в Дрэгонс Догма. Как по мне, то как злодей Рикардо просто нормальный. Но он заставил меня кое о чем задуматься. Когда он в лесу называет себя Ауриолусом Белли и говорит, что они с Уго являются его клонами, это натолкнуло меня на мысль, является ли клон тем же самым человеком, что и оригинал, если сознание при этом не переносится в новое тело. Ауриолус Белли был алхимиком в средние века и занимался изучением азота и бессмертия. Он был очень заинтересован великой истиной. Считается, что великая истина является причиной возникновения Вселенной и человечества и отвечает на вопрос, имеет ли к этому отношение Бог, а также есть ли смысл жизни, сознания и существования. Еще это связано с поиском других форм жизни во Вселенной и воссоединением с Источником или Творцом Всего Сущего. Ауриолус клонировал себя веками, передавая свой азот каждому следующему поколению. Наследники и последователи его поиска великой истины используют имя Ауриолуса. Имя Ауриолуса скорее всего отсылает к известному алхимику Параселсусу, чьим полным именем было Филиппус Ауриолус Теофрастус Бомбастус Вон Хохенхайм. Параселсус утверждал, что Вселенная состоит из трех духовных субстанций ртути, серы и соли. В загадке с тремя драконьями головами в старом поместье используются как раз эти слова. Получается, что Рикардо считает себя тем самым Ауриолусом, который жил еще в средние века, только потому, что узнал кем и как он был создан, а настоящий Ауриолус давным-давно уже мертв. Рикардо хотел, чтобы Фиона родила его заново, но не как клона, а как настоящего человека, чтобы он избавился от уз смерти. Он стареет гораздо быстрее любого человека, так как был создан без использования азота, и для того, чтобы замедлить процесс, извлекал азот из животных, пойманных в лесу. Одним из таких животных был Хьюи. Рикардо озвучил Грег Эллис, голос Гермеса из God of War 3, Калена из Dragon Age Inquisition и Брайана Бастера-младшего в No More Heroes. Лоренцо, в свою очередь, тоже не так прост. Технически он является отцом Уго и Рикардо, если можно так выразиться. Он тоже является клоном Ауреолуса Белли, который по традиции клонировал себя при помощи алхимических формул. Сначала он создал Уго Белли и передал ему свой азот, но тот слишком привязался к внешнему миру и бросил замок ради Эйлы, матери Фионы. В страхе, что их наследие под угрозой, Лоренцо создал Рикардо без использования азота с помощью так называемого сухого метода, впоследствии чего он вышел дефективным. Лоренцо обучил Рикардо алхимии, и дебилитес стал его первым экспериментом и явно неудачным. Лоренцо считал Рикардо разочарованием, потому что тот не понимал людские эмоции и считал, что они бесполезны в поиске алхимической истины. Он должен был вернуть Уго назад в замок, но, устроив аварию, Рикардо узнал, что азот Уго уже перешел его дочери и поэтому выкрал ее. Но сделал он это отнюдь не для своего создателя, а для самого себя. Лоренцо, не имеющий возможности свободно передвигаться по замку из-за инвалидной коляски, мог только наблюдать и направлять Фиону к себе в Дом Истины. Внутри замка Белли по сути разгорается противостояние Рикардо и Лоренцо, которым соответственно служат Дебилитес и Даниэлла. Лоренцо не берут ни взрыв, ни дробилка для камней и всякий раз он воскресает моложе и сильнее, чем был. И только раскаленная лава способна положить конец его существованию. Да и то не сразу. Поскольку Лоренцо предстает в нескольких итерациях, его озвучивали два человека Робин Аткин Доунс и Энн Рейтел, у которых списки участия в играх, фильмах и прочих медиа настолько большие, что хватило бы отдельного видео. Фиона, как главная героиня, на первый взгляд наверняка кажется просто испуганной милой девушкой, беспомощность которой иногда даже раздражает. Так же, как и Дженнифер из Рула Фроуз не способна дать отпор обидчикам, Фиона вечно падает на пол, теряет сознание или оба варианта сразу. Но на протяжении игры она начинает лучше ориентироваться в ситуации, в которую попала и становится более смелой. Если в начале игры напугается одного только вида, крови, то в конце, уже уставшая от постоянных преследований, когда Лоренцо уже превращается в тлеющие угли, говорит «На этот раз ты точно сдох, ублюдок», в том числе выражая мысли и самого игрока. Путем прохождения загадки с философским камнем Фиона показывает, что действительно является наследницей рода алхимиков. Ведь в этой головоломке говорится следующее Синтезировать два объекта вместе это задача, с которой справится любой дурак. Настоящий мудрец стремится овладеть искусством трансформации и узнать глубокие потаенные секреты. Белый это цвет дураков, так как они никогда не познают величие, лежащее за пределами этого блеклого оттенка. Истинный ученый, стремящийся к совершенству, знает, что стоит искать красный цвет, так как он является истинным совершенством. С помощью синтеза и трансмутации субстанции Фиона создает красный камень, на латыни называемый Рубедо, который, как и золото, является вершиной алхимического мастерства. Голос Фионе подарила актриса озвучание Корнелия Хеес, также озвучившая персонажей в Dragon Age Origins и Kingdoms of Amalur. Создатели очень умело передали антураж места обитания алхимиков. Странные аппараты вроде синтезатора или пьюрификатора, вариатио макина и всякие колбы для выращивания гомункулов и прочие неописуемые машины, все это вызывает интерес и в какой-то мере тревогу и отвращение. Во многих произведениях алхимия показана довольно красочно и безобидно, но хватает и таких, в которых она показана с темной, мерзкой и жестокой стороны. Hunting Ground одна из таких. Вместо зелени защиту огня или ловкости, чтобы более умело вскрывать замки, здесь пробирки с эмбрионами разных отродий, издевательства над живыми созданиями и полное безразличие к своим подопытным. Ведь ничто не должно стоять на пути к достижению истины. Идея продолжения жизни с помощью алхимии очень увлекательна. Путем бесчисленных экспериментов обитатели замка столетиями оттачивали свое мастерство в погоне за знаниями. Их неудачные попытки создать идеальных клонов обречены на мучительное существование в стенах замка и, не имея собственного сознания, бесцельно скитаться по этим мрачным и холодным коридорам. Все гомункулы, которых встречает Фиона, выглядят но только лишь внешне, ведь в них нет ни личности, ни разума. Вечную жизнь алхимики пытались достичь не только с помощью азота, а, например, посредством нечеловеческих пыток. Существует поверье, что при ужасных мучениях из живых существ выделяется та самая эссенция души, которой пользовались алхимики долгими столетиями. В старом поместье есть комната для пыток с железной девой и электрическим стулом, в которой Фионе приходится казнить гомункула, чтобы забрать у него ключ. Но эссенция, добываемая таким методом, недостаточно сильна для достижения цели Лоренцо и Рикардо, поэтому они использовали его только для создания слуг. В амнезии The Dark Descent тоже использовалась эта концепция. Там персонажи годами пытали людей у себя в поместье для продления собственной жизни, и пытали не только физически, ученого, чтобы вселить другому еще больший страх в ожидании своей очереди. Так же как и персонажи, локации игры тоже обладают глубиной и своей историей. Все четыре локации игры довольно сильно отличаются друг от друга. По какой-то причине я вообще не мог нормально ориентироваться в замке Белли. Его строение до сих пор не укладывается у меня в голове даже при третьем прохождении. Скорее всего это происходит из-за многоуровневости локаций. Здесь находится много лестниц ведущих то вниз то вверх, двориков и комнат которые вроде как и отличаются друг от друга, но в то же время выглядят достаточно похоже. Загадок здесь гораздо меньше по сравнению с другими локациями и в большинстве случаев вам нужно просто взять предмет в одном месте и отнести в другое в духе Resident Evil. Но тем не менее интересных комнат здесь достаточно. Например спальня которая дает такое редкое чувство комфорта но при этом не дает расслабиться полностью. В то время как большинство декораций замка серые и холодные комнаты отделаны деревом или имеющие много деталей вроде картины витрин с экспонатами выделяются еще сильнее вследствие чего запоминаются еще лучше. И прежде чем уйти из замка вы успеваете к нему привыкнуть даже учитывая что вам постоянно не дает покоя дебилитес. Старое поместье на мой взгляд самая интересная локация игры. Здесь находятся самые изобретательные загадки самые разнообразные декорации и прочие интересности. Тут можно встретить голову мамонта которая следит за каждым вашим шагом карусель которая непонятным образом здесь оказалась и ту самую комнату с лестницами которая наверняка запомнилась всем игрокам. Здесь порой сложно ориентироваться в пространстве благодаря хаотичной натуре строения и искажения перспективы. В старом поместье количество загадок на квадратный метр просто зашкаливает если честно. Но они все запоминающиеся и довольно интересные. В одной из головоломок используется одно из местных существ люминесантов. Эти странные светлячки почувствовав азот внутри феоны летят к ней и если догонят издают громкий звук привлекающий врагов и немного отдельно. Головоломка со статуей трехголового дракона тоже довольно изобретательная. Да и к тому же дает посмотреть на что еще способен наш Хьюи. Ну и загадка с корнем Мандрагоры для которой нужно использовать способность Хьюи искать вещи тоже довольно неплохая и напоминает любую головоломку из Рула Фроуз в которой почти все загадки решались таким же образом. Склеп под поместьем тоже имеет нелогичную структуру и несколько головоломок внутри. Выделить хочется ту в которой Фионе нужно управлять големом для открытия дверей в лабиринте. В ней еще есть забавная пасхалка о которой мы поговорим в соответствующем разделе. Башню воды я бы назвал самой слабой локацией игры но она проходится довольно быстро. Башня условно поделена на три секции в которых будет спавниться Рикардо и если увернуться от него и выбежать назад игра его диспавнит. Это очень полезно учитывая что бегать от него здесь абсолютно негде да и дергать рычаги пока он у вас на хвосте тоже не получится. Наверху находится неплохая головоломка с солнечной системой которую нужно решить с помощью Хьюи. Но вот как догадаться до местонахождения миниатюрного моста в подвале я так и не понял и в первом прохождении мне пришлось гуглить решение потому что я знатно так застрял. Дом истины продолжает тему нелогичного расположения комнаты хаотичных коридоров. Поначалу локация выглядит просто но заходя все глубже быстро понимаешь что ты будто уже находишься и не на нашей реальности. Бесконечный спиральный коридор отражает погоню Рикардо за вечную жизнью а загадка с разноцветными дверями полисотворяет путь к той самой алхимической истине. Здесь Фиона применяет свой наследованный азот и родословно Белли чтобы спастись и здесь находится самый тупой момент в игре. В конце когда все здание начинает рушиться за вами гонится обгоревший в лаве Лоренцо и в одном из коридоров на Фиону падает статуя которую нужно оттолкнуть с помощью мэшинга всех кнопок на геймпаде. Вот только такой момент случается здесь впервые за всю игру и догадаться что конкретно от тебя хочет игра довольно трудно. Да моменты смешингом кнопок встречаются и до этого но здесь нужно мэшить особо интенсивно и нужно нажимать на все кнопки сразу а учитывая что прикосновение Лоренцо приводит к моментальной смерти этот момент может неплохо подпортить удовлетворение от концовки если вы собираетесь поиграть сами или же со стороны вам кажется что игра довольно простая я расскажу вам об геймплее и механиках игры которые в большинстве случаев являются хорошими идеями но все мы знаем что не существует ничего идеального механика пряток для современных хорроров уже давно не нова но на то время она была достаточно свежей и поэтому еще не обкатанной в определенных местах можно укромно спрятаться от преследователей дождаться пока они устанут вас искать и покинут локацию вы можете прятаться в шкафах под кроватью ванной или за шторами но кроме этого можно просто присесть за углом ящиком или любым другим предметом открытые двери тоже отлично подходят технически вам нужно подождать пока музыка погони закончится и на экране появится надпись все чисто и тогда можно будет выходить но есть одно большое но по какой-то причине игра любит респавнить противников по несколько раз и тем самым вы рискуете попасться прямо им в руки выходя из укрытия и если вы больше двух трех раз спрячетесь в одном и том же месте есть шанс что преследователи автоматически вас найдут и это может затянуть прохождение игры на несколько часов в сумме да это вызывает напряжение поначалу но спустя относительно недолгое время начинает просто раздражать при необходимости преследователям можно дать отпор хоть и ненадолго в игре есть особые предметы вроде магнезии или порошка сурьмы которые можно бросить на пол либо в самих нападающих также фиона способна бить ногой и плечом с разгона что полезно для быстрого открытия дверей например но самым действенным способом борьбы с врагами конечно же является хьюи система команд для собаки на удивление неплохо реализована нам доступно 5 команд в зависимости от того в какую сторону дернуть правый стик команда ищи в бою действует как взять и если продолжать ее нажимать то хьюи будет дольше держать противника она позволяет доставать нужные по сюжету предметы и некоторые бонусные которые другим способом не достать команда ко мне также заставляет хьюи отпустить противника в бою нажав на стик можно приказать ему сидеть на месте ну и команды наругать и похвалить сами себе объясняют если хьюи не слушается нужно его наругать а если сделала как вы сказали похвалить все довольно просто таким образом у них с фионой прокачиваются отношения и чем лучше пёс относится к ней тем лучше он будет слушаться но есть один очень интересный нюанс если перехвалить хьюи то вы его разбалуете и он начнет беситься бегая туда-сюда сбивая фиону с ног а если наоборот относиться к нему слишком плохо начнет атаковать вас раскладка управления собакой по сути позаимствована из Resident Evil Outbreak так же как и сам игровой движок в игре есть скрытая шкала паники когда фиона пугается будь то пятна крови жуки или чужие крики или во время погони и получения урона от преследователей фиона начинает периодически спотыкаться и падать на пол и это сопровождается довольно дикими визуальными эффектами вибрации контроллера в такте ее сердцебиению если эта шкала заполнится фиона впадет в панику и начнет бежать куда глаза глядят и остановить ее нельзя вы как игрок можете только направлять ее в нужную сторону пытаясь разглядеть путь в трипе происходящем на экране если фиона достаточно разу удариться головой об стену или любой другой объект она упадет на пол и будет очень медленно ползти что в большинстве случаев означает смерть для того чтобы помочь фионе успокоиться и снизить шкалу если она уже находится в состоянии панической атаки кстати о предметах в хантинг граунд есть система крафта в особых комнатах нам доступно вариатио макина алхимический аппарат позволяющий фионе создавать предметы с помощью медальонов найденных в игре с его помощью можно скрафтить успокаивающие либо атакующие предметы сам процесс создания является мини-игрой в которой вам нужно остановить крутящиеся шары на нужном цвете я из тех людей кто не использует расходники по непонятным им самим причине так что для меня эта машина все равно была бесполезной и то что я ее проигнорировал никак не отразилось на моем общем впечатлении от игры что действительно было очень полезно и я рекомендую это всем кто решит пройти игру сам так это машина для табличек в тех же не сейврумах стоят аппараты со слотами под таблички которые фиона используют для управления големами если на них написать определенные слова машина выдаст вам особые предметы которые делают геймплей гораздо приемлемее серьезно серьги на невидимость и чокер на сопротивление паники творят чудеса при этом не делая игру слишком простой сделайте себе услугу и просто гляньте нужные слова на вики перед прохождением потому что как я описал ранее игра любит действовать на нервы как можно подумать в хантинг граунд много разных отсылок пасхалок и просто занимательных моментов давайте по-быстрому пройдемся по самым интересным из них недалеко от места где мы впервые находим хьюи находится площадка для тренировки собак на которой можно опробовать команды и механику броска предметов в игре есть меню под названием комментарии которое пополняется по мере прохождения оно содержит мысли фионы о разных событиях игры и из него можно узнать некоторые интересные вещи как и в других представителях жанра после первого прохождения вам становятся доступны дополнительные костюмы и естественно они максимально фансервисные потому что это японцы кроме вариаций стандартных нарядов которые фиона примеряет по ходу сюжета открывается костюм ковбой ши и доминатрикс они также заменяют стандартную анимацию удара на выстрел из револьвера костюм открывается за получение концовки си в которой фиона сбегает из замка в первой четверти игры костюм лягушки ведь все мы любим лягушек верно в отличие от двух других костюмов он правда не меняет анимацию удара но дает сопротивление к панике что очень полезно для хьюи тоже есть два костюма первый открывающийся сразу после первого прохождения делать его немецкой овчаркой в котором он наносит больше урона но более непослушный а второй получаемый за прохождение на хардмоде превращает его в очень милого плюшевого пса и делает невосприимчивым к урону но снижает наносимый им собственно в игре есть хардмод который открывается после первого прохождения и в нем все преследователи будут одеты в альтернативные костюмы ничего правда сверх выдающегося просто смена цветовой палитры в нем у фионы меньше здоровья и если враги убивают хьюи это тоже ведет к геймоверу в этом режиме также вместо мысли фионы в разделе комментариев можно прочитать мысли хьюи информацию о чем я не нашел вообще нигде и заметил это лично сам когда-нибудь я решусь пройти хардмод до конца но это уже будет совсем другая история с табличками тоже есть парочка занятных моментов в комнате с куклами в начале игры стоит еще одна такая машина со слотом для табличек но из нее можно достать только два конкретных предмета также в начале игры можно накнуться на запертую комнату со слотом под табличку она ведет в туалет где можно спрятаться восстановить здоровье и в одной из кабинок находится тайный проход нужный для концовки си если в голем в лабиринте под старым поместьем вставить табличку с надписью салтатио голем начнет танцевать и установит Фионе состояние также в ранних билдах игры Даниэла могла появляться и в лабиринте но до релизной версии это не добралось в комнате для пыток можно спрятаться в железной деве но если Даниэла знает что вы там она дернет за рычаг и казнит Фиону находящуюся внутри во время в старом поместье есть головоломка с четырьмя алхимическими аппаратами через которые нужно прогнать субстанцию для получения божественного камня для открытия двери в лес Фиона кладет его на весы в руках статуи но если после открытия двери забрать его обратно то позже можно будет применить его еще в одной машине называемой сублиматум контейнер и получить серьги из философского камня которые ускаляют восстановление после панической атаки и ментальную стабильность Фионы там же в водной башне можно найти серебряный диск и бронзовую статуэтку которые кажутся довольно важными предметами но на самом деле у них нет никакого применения и для чего они вообще в игре непонятно с моей стороны было бы неучтиво ничего не сказать про связь хантинг граунд серии clock tower учитывая что большая часть людей работавших над clock tower 3 была назначена для работы над демента сходство и продолжение оригинальных идей были неизбежны а формула осталась та же юная девушка сирота в главной роли не знающая об оккультном прошлом своего рода вынуждена спасаться от преследователей желающих ее смерти добавьте к этому шкалу паники и места для пряток и это будет описанием любой части clock tower в свое время создатель clock tower хифуми коно вдохновлялся работами итальянского режиссера даррио арджента а конкретно фильмами феномен и суспири с годами это вдохновение переходило из игры в игру и в конце концов хоть коно и не был причастен к третьей игре серии косвенно его влияние отразилось на хантинг граунд через сотрудников студии не раз можно заметить использование неестественного красного и синего освещения сцен от первого лица а также гротескность сюрреализм и театральность происходящего прямо как фильмах арджента даже при смерти игра вместо типичных game over или you died показывают фразу acta es fabula что означает представление окончено снова отсылая к театральной постановке мне лично очень нравится сеттинг игры и общая атмосфера хоть в большинстве случаев и происходит что-то жуткое в моменты когда вам дают передохнуть можно погулять по окрестностями оценить проделанную работу художников по бэкграунду и отличную работу со светом когда я записывал футажи для этого видео я довольно часто останавливался на интересных кадрах хоть камера в игре фиксированная она постоянно динамически перемещается вместе с фионой делает драматические наезды или наоборот отдаляется подчеркивая масштаб места в котором находится игрок поскольку действие игры происходит в средневековом замке и его территориях довольно легко забыть что за их пределами вовсю процветает технологический прогресс еще при виде печатной машинки с каменными табличками фиона упоминает что она не похожа на компьютер что примерно дает представить в каких годах происходят события но обитатели замка Белли игнорируют внешний мир и его благо и из даров цивилизации здесь можно найти только современные санузлы и телевизоры которые не показывают ничего кроме помех честно говоря когда я садился писать сценарий для этого видео я долго не мог понять с чего же мне начать можно сказать что я восхищаюсь этой игрой но в некоторые моменты я ненавидел ее и каждого причастного к ее разработке человека хантинг граунд довольно специфична по своей природе и местами ее очень тяжело любить но несмотря ни на что очень хочется кто-то говорит что это просто типичный фан-сервисный японский хоррор сделанный специально для озабоченных подростков того времени а кто-то восторгается игрой и называет ее лучшим психосексуальным хоррором на мой взгляд истина как обычно где-то посередине как по мне в той игре на самом деле удалось сделать то чего не смогли другие а именно вызвать страх и отвращение от сексуализированного насилия в игре также присутствует изображение вуайеризма в лице Лоренцо который постоянно наблюдает за Фионой в том числе когда она переодевается излишняя сексуализация и объективизация главной героини в данном случае играют на руку темам игры и хоть я и соглашусь что с юбкой и физикой груди Фионы разработчики немного перегнули это очередной способ показать кем видят ее Лоренцо и Рикардо объектом инструментом беспомощность и потерянность Фионы возможно выглядит даже комично в некоторых моментах но если серьезно посмотреть на вещи ситуация в которой она оказывается просто ужасно страшно даже представить что чувствует главная героиня потерявшая родителей и похищенная сумасшедшими людьми с целью воспользоваться ею в собственных целях еще и будучи втянутой в борьбу за власть между обитателями замка Белли которая видит ее только как инструмент власти и не испытывает никакого сочувствия к ней каждый человек которого она встречает хочет либо убить либо изнасиловать Фиону единственным ее другом является Хьюи пес который не может ни говорить ни позвать на помощь но преодолевая препятствия и ужасы на пути сближаясь со своим верным компаньоном она узнает правду о себе и своем происхождении и в конце концов выбирается из этого кошмара сильнее и мудрее чем прежде и продакшн студию 1 действительно удалось сделать запоминающийся многогранный и довольно смелый хоррор который абсолютно заслуженно стал культовой классикой к сожалению но Боро Сугимура сценарий которого дал жизнь Хантинг Граунд ушел из жизни за пару месяцев до релиза игры но был указан в титрах за вклад в ее создание надеюсь что его наследие не будет забыто и Капком наконец выпустит хотя бы ремастер чтобы игра стала доступна большему количеству людей потому что она этого действительно заслуживает надеюсь вам понравилось это эссе и вы хотя бы немного прониклись моей любовью к этой игре я думаю пройдет немало времени прежде чем я найду свой собственный стиль и пойму каким контентом конкретно хочу заниматься но надеюсь что вы пройдете этот путь вместе со мной хочу сказать отдельное спасибо людям которые выходят за рамки просмотра видео и поддерживают канал материально позволяя мне заниматься любимым делом и в будущем улучшить качество контента их имена на экране к сожалению сервисы вроде бусти или патреона недоступны то тут то там как и спонсорство на ютубе так что полагаться приходится только на пожертвование сами видео не приносят мне никаких денег так что если вы тоже хотели бы поддержать то что я делаю ссылка на донейшн сервис будет в описании и конечно же большое спасибо тем кто просто смотрит мои видео а также за добрые слова в комментариях поверьте я читаю их все это правда для меня многое значит и даже словами не передать как это приятно как и всегда буду очень рад если вы поставите лайк и возможно даже подумайте подписаться так как это очень сильно помогает что же на этом у меня пока все всем хорошего дня и до новых встреч